Я могу сказать, поскольку я занимался изучением истории спецслужб, советских в том числе, мой покойный отец был одним из крупнейших специалистов, он собрал огромную библиотеку, которая, к сожалению, вся сгинула в Крыму, мы ее не успели вывезти, поэтому она там достанется, уже, наверное, досталась оккупантам, я практически в этом не сомневаюсь. Вот, поэтому он очень много собирал литературы, мне рекомендовал ее читать, которая касалась деятельности в странах тогдашней Западной Европы и, в частности, в странах так называемого соцлагеря, безусловно. Вот из всех европейских стран Австрия всегда была традиционно страной с самым большим присутствием советских спецслужб. Это было связано, в первую очередь, с советской оккупацией до 1955 года, там действительно огромное количество было советской агентуры. Вот я помню те мемуары, которые я читал, на явочных квартирах советских агентов спецслужб, просто там была такая карусель, то есть с утра до вечера проходили вот эти встречи с агентами, причем это были и рабочие, и представители интеллигенции, и правительственные круги, и все. Ты что, думаешь, это куда-то исчезло? Нет. Все папочки остались, все, и чаще всего это, еще раз повторю, переходило по приемственной линии. То есть, условно говоря, завербовал там папу в далеких 50-х годах, папа потом передавал, значит, уже сыну своему историю и тому подобное. Вот, и в принципе так и работает. То есть в Австрии российские спецслужбы интересы укоренились, и здесь работает и историческая традиция, и деньги, и вербовка в равной мере. Я помню, были расследования в свое время, которые проводились по экспертному сообществу ряда европейских стран, вот, в частности Германии и Бельгии, и там были вскрыты факты того, что Россия финансировала, это было где-то года 3 или 4 назад, Россия финансировала постоянно конференции международные, на которые приглашала экспертов из западных стран, которые они проводили, любили в очень экзотических местах. Например, они проводили какую-то конференцию по православной какой-то философии, проводили ее на Кипре летом, или проводили ее где-нибудь там в Карибском бассейне, то есть куда стоил очень дорого билет. Они оплачивали первым классом, они платили огромные гонорары в конвертах за участие, то есть у человека приезжают эксперты, ему платят типа за лекцию там 5-6 тысяч евро сразу в конверте. Вот, фигурирули такие суммы. И в значительной мере, вот, ты, не знаю, видел, наверное, недавно поймали российского профессора, который работал в Тартусском университете в Эстонии, он классический агент влияния, классический. То есть он не был шпионом, то есть он не собирал шпионской информации, но он собирал информацию относительно политической ситуации в стране, готовил соответствующие аналитические документы и работал как классический агент влияния. Вот так это, в принципе, и работает. Того же Земана, ну, как говорится, не доказано, да, но по классическим признакам, да, по классическим признакам, как учил меня мой отец, это не агент, это агент влияния, человек, который был завербован на каком-то интересе, то есть его задача не ставилась собирать какую-то информацию, он должен был быть проводником определенной информации. Агент влияния не скучается в другом, он должен продвигать на государственные должности, когда он может, людей, которых ему будут рекомендовать. Он должен принимать те или иные решения, выгодные, опять же, стране, которая его содержит, назовем так, да, и наоборот, соответственно, блокировать решения в пользу тех стран, которая страна, которая его, так сказать, пригрела, завербовала, которая просит его те или иные решения принимать. Вот Земан был классическим агентом влияния. В случае с Орбаном я не знаю, вот, но его биография политическая, человека, который вырос в западной системе образования и учился как Соросовский, если не ошибаюсь, по-моему, чуть-чуть не стипендиата, а потом начал воевать с Орбаном, развязал эту войну, кстати, ты видел, он создал, по-моему, буквально вчера, начал работу новое агентство по, по сути, борьбе с Орбаном, 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 Орбаномом, да, да, да. По защите, могу ошибаться, по защите национального суверенитета, кажется, так и называется в переводе с помощью. Да, так, Орбаном Соросом из Венгрии, и у него гигантские структуры фонда, и, да, они там все отшивались в начале 90-х. Так вот, это агентство будет теперь у Орбана заниматься борьбой с иностранными агентами. По сути, они переняли практику российскую. Мы с тобой оба иноагенты, я напомню, Тарас, не зная, что гражданин Украины, тоже почему-то иностранный агент российский. Это просто я никогда не пойму. Так а как ты, конечно, иностранный агент, а какой ты еще агент по отношению к России? Так вот, Сорос начал борьбу с иностранными агентами. Это первый такой прецедент в Европейском Союзе. Я не знаю, будет наследовать Фица в Словакии. Он тоже как-то, знаешь, подозрительно начинает двигаться в этом направлении. Но Фица – это еще один персонаж, которому надо очень серьезно присмотреться, опять же, с точки зрения его возможных связей с российскими специалистами. Я не на что не намекаю, но вот как бы я говорю, что есть очень интересные моменты его биографии, которым надо присмотреться более внимательно. Что делать, на твой личный взгляд? Вот тебя, как офицера ВСУ, что делать с такими то ли идиотами, то ли агентами, то ли агентами влияния и так далее? Как? Потому что мы не можем говорить, что они не влияют. Ну как не влияют? Если Орбан торпедирует помощь Украине в ЕС, еще неизвестно, как будет голосовать по членству. Хотя вот его за кофе послали, как стало расхожим это заседание знаменитое, где Шольц сказал «Иди попей, сынок». Вот, и так далее. Но все равно проблема остается. Она не решается, не решается ни путем, значит, публичного какого-то дефамации этих людей, значит, обвинений. Они спокойно, значит, встают, едят, серят, ложатся снова. То есть для них это вообще не проблема. То есть должен быть какой-то дискретный механизм, когда все, вас больше здесь не стояло. Потому что по-другому это уже не работает. Почему? Потому что цена война. Цена это не то, что «Ой, вот вы симпатизируете Путину, еще каким-то людоедам». Ну, а извините, конкретные люди гибнут, не какие-то абстрактные, а конкретно каждый день, в том числе и косвенные или прямо из-за действий вот этих лиц, гибнут люди. Вот что в этой ситуации можно сделать? Может, санкции надо вводить, может, я не знаю, что же, как ты пишешь? Ну, смотри, это точно не задача вооруженных сил, этим должны заниматься компетентные... Ну, знаете, кто знает. Контрразведка. Им нужно заниматься контрразведкой, явно не армейская, а политическая контрразведка, которая вот нам пишет как раз наша зрительница, Марина Процевская или Процевская, я прошу прощения, если я неправильно прочитал вашу фамилию, вы действительно напомнили, что был случай с депутатом от Латвии, Татьяна Жданов, депутат Европарламента, то есть, наверное, ситуация с связью с спецслужбами иностранного государства. Поэтому, послушай, ну, мы ничего не изменим, то есть, любые политические структуры, тем более, если мы говорим не национальные парламенты, а такая структура, как, например, парламентская ассамблея ОБСЕ, парламентская ассамблея Совета Европы, ООН, парламентская ассамблея НАТО, европарламент, там, где есть люди из разных стран, там спецслужбы работают намного сложнее, поскольку здесь приезжают, во-первых, депутаты десятков стран, понимаешь, то есть, это одна, у них у всех есть помощники, огромное количество персонала, которых обслуживают, журналисты, так называемые эксперты и тому подобное, среди которых, безусловно, всегда находятся сотрудники различных спецслужб, не только российских, кстати, ну, послушай, там работают все спецслужбы активные, нормальные, и французские, и британские, и американские. Ну, так они, они работают в рамках своих, они же, конечно, вы другом представим, как они вербуют российских, соответственно, представительских спецслужб, которые заполняют дипломатические все эти аргументы. Пожелаем им удачи в работе, поэтому я всегда говорил, что, понимаешь, когда закрывают российские представительства, называя их гнездами шпиони, шпионажа, посольстве и тому подобное, это, знаешь, обоюдная модель. Да, абсолютное, наверное, большинство так называемых дипломатов российских являются кадровыми сотрудниками спецслужб, но это прекрасная почва для их вербовки. Пока они там находятся, их вербуют, и потом они становятся ценнейшими источниками информации, в том числе возвращаясь назад в Россию, где они, там, проходя проверки, которым их подвергают, впоследствии становятся ценнейшими агентами спецслужб. Поэтому, изгоняя представители российских спецслужб, не всегда изгоняют только российских агентов. То есть, часть из них уже перевербованы, это двумя агентами, они работают уже потом. Причем, с красивой легендой, да, был изгнан, объявлен персоном Нойнград, меня поймали спецслужбы государства страны, на территории которой я работал. То есть, я чистый, я патриот, а на самом деле он уже будет работать на наш интерес, на наш общий интерес всех цивилизованных стран. Вот, поэтому, первое, это работа в спецслужб, да, безусловно, работа. Второе, большое количество информации собирается из открытых источников, так называемого, асинт-аналитика, и мы видим примеры того, когда журналистские расследования или расследования вот этих аналитиков, собирающих данных из открытых источников информации, очень часто становились причиной раскрытия тех или иных агентов. Причем, не обязательно завербованных, а агентов влияния. То есть, эти люди могут очень сильно помочь, в том числе и спецслужбам, и помочь правительствам выявить опасных явных агентов России, и которые работают на нее на Западе. Мы помним, как давно Марин Липен говорили, что она российский агент, да, она работает против Франции и тому подобное, да, она работает. Но, как бы, значит, пока не было доказательств. Пока они нашли тот самый сербский банк, через который прокачивались деньги, вот, которые были получены путем очень длительных, значит, там, транзакций, полученные фактически из России, и которые в конечном итоге пошли на финансирование ее компании. То же самое было с еще одним французским президентом, боже, боже, вылетел, Николя Саркозий, которого точно так же поймали на иностранном финансировании. Многие, Многие. Которого даже осудили условно. Вот, поэтому открытые источники. Каждый, в принципе, человек, профессионально занимающийся сбором информации, тот же блогер, журналист-расследователь, он в силу своих профессиональных навыков, в компетентности может участвовать в поиске этих агентов. Это правильно. И не надо думать, что они настолько примитивны и тупы, что они будут вот в открытую отрицать преступления России. Наоборот, очень часто такие агенты влияния будут вести себя правильно. Они не должны привлекать себе внимание. Они, наоборот, будут вести себя, как добраточные европейцы. Ратова за санкции против России и тому подобное. Но надо просто копать. Надо просто смотреть информацию более детально. И поэтому, если российское правительство работает с всей юридической мощью против тебя, против меня, то есть внося на санкционный список, внося на список иностранных агентов, а тебя еще там, по-моему, что там... Да, я уже заочно арестован. Ты арестован. Нельзя недооценивать. Послушай, ну вот ситуация в Таиланде наша показывает. Что все страны не могут быть безопасны. Не могут быть. И для тебя тоже, я уверен, внимательно смотришь страны, смотришь их политику. Вот перед тем, как ты отправляешься... Я в таких странах не вижу. Это исключено. В Америке и в Европу я ни в какую разницу никуда не поеду. Вот. Поэтому я говорю, они работают против нас. Они ведут, занимаются откровенной деятельностью подрывной. Они тратят огромные ресурсы, финансово-бюрократические. Послушай, надо же отслеживать все твои перемещения, мои, каждого из людей. Это сотни тысяч людей, которых надо отслеживать. Где мы находимся, в какой стране. Надо разослать везде, где нужно красную карточку Интерпола, чтобы нас там арестовали, приняли и тому подобное. Я помню, мы приехали в составе делегации как-то в одну постсоветскую страну, которая, в принципе, является дружественной к Украине. Я не могу ее называть, поскольку была договоренность с правительством этой страны не светить. И в этой, в общем, дружественной стране, постсоветской, одного из членов нашей делегации арестовали, даже не задержали. Арестовали, посадили в СИЗО. Ночью мы прилетели самолетом, потому что на него была красная карточка подано следственным комитетом РЭП за то, что он призывал к убийству российских журналистов. И его реально посадили. И только потом вмешательство нашего посла привело к тому, что его по-тихому освободили, но просили эту информацию огласки не предавать. Ну, я страну не называю. Поэтому думайте, угадывайте. Но такой прецедент был. То есть, нежданчик такой. Человек прилетел, его принимают на границе, просто садят в СИЗО. И поэтому... Вот тебе пример, как они работают. То есть, они задействуют огромный механизм. Ну, да-да-да-да. Я могу сказать, что действительно страны Азии и Турции, и Дубаи, и я уж не говорю про Казахстан, Кыргызстан или, там, не знаю, Китай и им подобные, абсолютно небезопасны. Да и Таиланд, и Кабоджи, и Индонезия, и Малайзия, это страны предельно небезопасны для релакантов, для, значит, людей уже со шлейфом, ну, так понятно, каким политическим, это абсолютно небезопасно. Вы имейте это в виду. Мы посвятим этому отдельную программу с разбором конкретно каждой страны, где вы находитесь, насколько там правительство лояльно и лояльно, какие действия предпринимают. Но факты есть обо всех. О Грузии есть, отрывочные, эпизодические. О Грузии вообще? Там, как московское правительство, это понятно, но они... Да, и у меня были прецеденты вот с моими очень хорошими коллегами, которых там просто преследовали спецслужбы Грузии и пытались их шантажировать, пытались даже вербовать, вот, причем, знаешь, так очень навязчиво просто и угрожали, значит, в случае, если человек откажется от депортации в Россию, вот, то есть, вот Грузия, это точно сейчас очень небезопасная страна для всех украинцев, ну, я имею в виду нормальных украинцев. Все, да. Вот, это удивительно. Я сам был там единственный раз в 2017 году, вот, все было, в общем-то, спокойно, но я помню, я раздал вопрос, очень нервно реагировали, почему у вас такое вот лояльное отношение к действиям России, вот, почему как-то мы не видим особого, да, ну-ка, у вас забрали территорию, противозвязали войну, которая была там за 9 лет до этого, и как-то, в общем, и российские граждане спокойно ездят, и многие представители шоу-бизнеса, которые все это поддерживали, они ездят у вас, выступают, ну, были, правда, примеры, когда там, ну, граждане, понимаешь, в чем парадоксов, государство позволяло, да, полицию, общественное мнение, общественное мнение только изгоняли, кого-то там выгнали, я не помню, кто там приезжал, они там не пустили его. Да были, были, там даже проведали свадьбу провести, брат, брат Винокурова, муж, муж, дочери Лаврова, была, позднор выгоняли, позднор, а позднор, вот, позднор выгоняли, ну, послушай, ну, вот, то есть это граждане, послушай, ну, это же государство должно делать, вот, эта страна точно небезопасная, и, в принципе, я свою точку зрения лично скажу, что, конечно, они не могут быть кандидатами члены ЕС, НАТО, то есть, при сохранении нынешнего курса, это будет троянский конь, троянский конь, просто, будет российский. Вчерашняя, буквально, новость, позавчерашняя, прошу прощения, с отставкой какой-то скоропалительной залужного, я понимаю, что для тебя чувствительно, так сказать, отвечать на такой вопрос ты и не с руки тебе, и так далее, но нас больше интересует, ну, как бы, вообще, вот, вокруг этой темы, я понимаю, там есть противоречия между гражданским военным руководством, они спорят, так сказать, дискутируют остро, мягко говоря, остро, ой, другого инструмента, кроме кадрового, его, конечно, его просто не существует, а какой он, что же, на пистолетке, что ли, стрелец, конечно же, нет, но, тем не менее, вот, из этого, вот, из таких ситуаций, вот, ну, возникает скандал, очень вредный, когда это действительно не подтверждено, неправильное решение, их приходится опровергать в той, другой стороне, и сам залужный, и офис президента их опровергает, чего здесь больше, ты считаешь, это действительно иностранное влияние какое-то, ну, понятно, российское в этом ЦИПСО, или, или, или это вот, ну, так наколена атмосфера, что, ну, противоречия есть, глупо их отрицать, глупо отрицать, чего здесь больше, как этого избежать, вот, скажем так. Марк, ну, смотри, как офицер засуну, я не имею возможности комментировать любые политические перестановки, президент, как верховный главнокомандующий имеет право принятия решений, есть юридическая процедура, президент может поменять в любой момент любого командующего с подачей власти, абсолютно, согласно существующего законодательства, министр обороны подает соответствующие кадровые предложения, президент либо поддерживает их, либо отклоняет. В данном случае не было никакой его по подаче от министра Умера на отставку главкома Залужного, это юридический факт, об этом заявило Министерство обороны. Вот, то, что касается тех публикаций сообщений украинских международных СМИ, опять же, они свидетельствуют очевидно о том, что у президента как бы верховного командующего могут быть свои идеи относительно того, кто должен возглавлять вооруженные силы в данный момент. Это его суверенное право, законное право. С другой стороны, на сегодняшний день мы видим, что никаких объективных причин для замены главнокомандующего генерала Рея Залужного нет. Он полностью справляется со своими обязанностями и к моменту, ну, практически скоро будет вторая годовщина с начала полномасштабного вторжения. Он находится в этой должности с 21 года. То есть более двух лет он уже находится в своей должности. Он абсолютно показал свою компетентность. Он показал свою способность к руководству украинской армии в самых тяжелых, самых неблагоприятных условиях. И поэтому на сегодняшний день он является очевидно самым самым компетентным украинским командующим. И он находится абсолютно на своем месте. Вот. Если у президента возникнет идея, относительно замены, он может это осуществить в законный способ. Опять же в Украине есть много компетентных подготовленных командующих, которые могут находиться на этой должности. Выбор за главкомом всегда остается за президента. Армия не может в данном случае, мы не являемся субъектом, мы не комментируем, мы не влияем на процесс. Это решение президента страны и министра обороны сохранять на нынешнюю должность тех или иных украинских командующих или искать им соответствующую замену. Поэтому по существующей информации на сегодня официальной информации никаких движений юридических или иных относительно замены глава командующего нет. Все, что касается публикации прессы, я ее комментировать не могу, поскольку они ссылаются на теле и свои правительственные источники. Есть у них эта информация, нет, это вопросы к ним. Но, опять же, если мы говорим о серьезных изданиях, наверное, они опираются на какую-то надежную информацию. Я задаю этот вопрос, потому что помимо внутри украинского и политикума и внутри украинских СМИ, там, понятно, есть известные сторонники того, другого позиции, да, так сказать, но об этом Вашингтон пост написал, что такой проект решения вообще-то существовал, но просто я говорю, что, опять же, безусловно, в полномочиях президента, как верховного главнокомандующего, это есть, он считает, нужно мало ли какие-то причины, причин может быть и других много, но одновременно с тем, значит, есть и объективная ситуация, при которой, что, мы ее обсуждаем и популярность значительная Валерия Залужина, генерал Валерия Залужина в боесках, я сам это видел, когда был в долине фронта офицеры, солдаты, вот, я помню, Ореховский район, вот это вот такая, стелла, и там, лаги подразделений и так далее, шевроны и портреты Залужного, то есть, это сами солдаты, их же никто не заставляет, значит, делать иконостас Валерия Залужного, это же, как бы, уважение к командующему, так что, в общем и целом, это разная популярность, Марк, это разная популярность, командующий Залужный не является политиком, ну да, безусловно, или других украинских командующих, например, командующий сухопутными войсками Сырского или начальника военной разведки Буданова, это нормально, когда они популярны среди военных, среди гражданских, поскольку у каждого из них за ними есть конкретные операции, успешные операции проведения, и поэтому это не политическая популярность, это нормально, когда во время войны, мы знаем, да, в странах-союзниках нормально, когда была популярность генерала Монгомери, генерала Деголла, победителей, генерала-победителя Второй мировой войны, генерала Паттона, поэтому это другая популярность, то есть военный не занимается политикой, это regarding разные популярности, президента Зеленский у вас сегодня самый высокий рейтинг одобрения среди органских, и политиков, и чиновников. И поэтому эта популярность военных и гражданских руководителей, она немножко разная, еще раз повторяю, потому что природа немножко разная. То есть военная политика не занимается. Ну, конечно, а все вместе они в целом, в общем, и к двухлетию подходят к сохранившему суверенитету Украины, а прогнозировали чуть ли не за три дня ее, значит, разрушить и взять и так далее. А это заслуга всех вместе, так что в этом смысле здесь есть некий объективный показатель, почему вот так все происходит.